Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это прохождение Seedmare Civilization VI Gathering Storm на уровне сложности Божество. Недавно вышел патч, который многое изменил в игре, и я традиционно после патча записываю или стримлю вот такое прохождение на самом высоком уровне сложности, чтобы посмотреть, что изменилось и как теперь себя ведет искусственный интеллект. Партия будет разбита на серии, подписчики смогут их увидеть в течение нескольких дней, а для спонсоров они выложены все сразу, так что становитесь спонсором канала и смотрите сразу все. Кроме того, играть я буду на основе вашего голосования, вот я две недели назад просил вас принять участие в опросе, и давайте посмотрим, что же получилось. Из цивилизации большинство голосовавших выбрали Швецию, Инков, Россию, но это всегда так, и Финикию. Швеция, Финикия, Инки – очень понятный выбор, просто потому что это новые цивилизации, и по ним еще не было видео, когда я организовывал вот это голосование. По Финикии уже есть, по инкам еще нет, но Швеция на первом месте, поэтому я и возьму Швецию, причем это неплохой выбор по одной причине, о которой чуть дальше. На какой карте большинство выбрало континенты, хотя Пангея тут недалеко и карта случайно недалеко, я тоже согласен, что при игре с компьютерами континенты поинтереснее будут. Это и не такое разбитие на мелкие островки, как Архипелаги, и не такой блин-плямба, как Пангея, все-таки там и морское что-то надо, и наземное, поэтому континенты, выберем континенты. Уровень стихийных бедствий, ну, тут всегда большинство за последние, тем более в патчи его должны усилить, стихийные бедствия на четвертом уровне сложности будут намного чаще, поэтому будут страдать. Ну и вот почему Швеция, вот я написал, голосовавшие могли какие-то пожелания по игре оставить, и вот давайте посмотрим, что они написали. Вот в виде такой таблицы я представляю, и больше всего пожеланий было, чтобы я выбрал какую-то конкретную тип победы и шел к ней. И большинство это было за победу культуры, видите, победу культурой, сделаю любую победу, кроме военной и научной, просто потому что военная и научная самая быстрая. Хочу видеть игру с упором на культурную победу, опять тут был туризм, культура, великая культура, туризм, победы. Вот это все написано, было несколько дипломатических, но дипломатические, по-моему, все равно тоже скучновато, потому что там всего лишь с голосованием это получать очки победы. А вот культурная, действительно, это будет посложнее, на божестве тем более. И в этом плане Швеция как раз и неплохой выбор, потому что там много что есть на культурную победу, ее бонусы. Так что давайте начинать партию. Да, но прежде чем начать, еще хочу отметить, что я буду играть с интересным модом, который меняет карту, меняет визуальный стиль шестой Цивы на пятый. Это касается, правда, только карты, никаких там иконок, именно карты. Причем интересно, что этот мод сделал Брайан Бусатти, вроде как это дизайнер шестой Цивы. То есть вот сам своему желанию создал такой мод, я его уже включал, попробовал необычно, необычно. Я понимаю, что может кому-то не понравится, но мне хочется вот сыграть так визуальный стиль пятой цивилизации в шестой. То есть оно ничего не меняет в плане механик, только визуальный стиль. И еще будут у меня разноцветные исторические моменты. Итак, настройки карты, сложность игры, божество, скорость игры, сетевая, поставил по максимуму городов-государств, 24 штуки, стихийные бедствия, 4. Карта-континенты, размер карты огромная. Я добавил еще, потому что огромная карта на 12 цивилизаций, я добавил еще 8, то есть 20 цивилизаций. При этом я поставил все цивилизации с дополнения, плюс все соседи Швеции в реальной жизни. То есть, ну я вот Норвегию, Голландию, Россию, Германию и Польшу. Ну, наверное, может там какую-нибудь... Венгрии и так уже стоит, какую-нибудь Францию, по идее, хотя вот и так Франция вроде выбрана. Нет, это Англия. Ну вот давайте еще, наверное, Францию разместим, а остальные пускай будут случайные, чтобы было поинтереснее, чтобы совсем уже не было вот... чтобы был какой-то элемент случайности. Исходное положение. Ресурсы стандартные, возраст мира стандарт. Исходное положение баланс, но это только означает, что у вас будут лошади и железо, я надеюсь, хотя тоже может быть сломано. Осадка стандартная, уровень моря стандартный. Все, все победы включены, но я буду идти в культурную победу. Если я внезапно победю какой-то другой победой, будем считать, что я проиграл, что я не выполнил свой челлендж. Все остальное, обычно, значит, у нас тут еще пять случайных цивилизаций должно быть. Давайте начнем партию. Значит, чем Швеция хороша для туристической победы? Во-первых, все здания с тремя и более ячейками шедевров сразу будут автоматически тематическими. Мне не надо будет пытаться там археологические и прочие художественные штуки менять, обменивать. То есть сразу, если три ячейки заполнены, все, он сразу становится тематическим и приносит в три раза больше туризма. Во-вторых, больше очков великих людей. Правда, это не касается театральной площади. То есть мне не будут дополнительно очки давать художников, писателей и музыкантов. Но и то, что есть, этого достаточно. И да и 50 единиц мирового влияния, это очень хорошо за каждого великого человека. Я смогу пытаться в конгрессе что-то для себя провести. Дальше, музей под открытым небом. Уникальное улучшение, которое дает культуру. И королевская библиотека, которая дает дополнительные ячейки для шедевров. Это все можно будет использовать. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас за место. Итак, вот оформление пятой цивы. Как видите, более такое тусклое. Луга не такие яркие. Ну, в общем, поиграем с оформлением пятой цивы. Лиса. Необычно выглядит. Лиса. Не, лиса. Лисы тоже есть, а лиса. Ну и в принципе место-то неплохое. О, кстати, вода. Такое более... Не знаю, даже больше аквамарин цвет. Менее синее, чем в шестой циве. Так, ну куда? Тут примерно понятно. А вот это озеро, тут понятно, что где ставить. Пойдем вверх сходим. Посмотрим. Ну тут более вот степи... Не степи, а равнина. Равнины более понятные. Так я никуда не буду уходить. Я тут поставлю город. Джунгли. Знаете, по-моему, в пятерке джунгли позеленее были. Какую-то они какого-то темного цвета. Прямо это называется, правда, тропический лес. Но немножко... Немножко не так оно. Так, с чего начнем? Меха. Давайте животноводство откроем. Ну и, наверное, все-таки с... С рабочего. То есть обработаем лис. Тут где-то появятся лошади. Я надеюсь. И что еще обработать? Ну фига. То есть оно с рабочего я начну. Так. Да. Хорошее место, кстати, для старта. Неплохое. Обычно у Швеции погрустнее все. Хотя, вот видите, тут уже производства особо нету. Интересно. Тут вот море или... О, тут какие-то пустыни какая-то. А это озеро, кстати. Это озеро тоже. А это... Это побережье. Это не озеро. Ну и те, янтарь есть. Есть леса сразу. То есть два ресурса. Вот я вижу пряности недалеко. В принципе. Ну нормально, нормально. Я думаю, есть. И главное, чтобы... Ну, блин, я же поставил по максимуму нации. Поэтому их много может быть. Здесь. Ну, то есть рядом плотничком мы будем находиться, скорее всего. Опа. Варвары. Ну вот здесь, видимо, уже конец карты. Я бы, наверное, город куда-то вот сюда ставил. То есть... Отжимал место у компьютеров. Если они тут где-то есть рядом. Потому что здесь вот явно конец... О! Вы видели? ГГшка какая-то атаковала только что. Причем научная. Здравствуй, Фес. Я его первый нашел. Здорово. Это очень хороший буст для начала. Очень неплохо. Блин, ну не хочется, конечно. Фес забирал лагерь. Ну, что поделать. Так, что тут обрабатывает город? Лисица обрабатывает. Нормально. Нормально. Еще вот эти сейчас добавятся. И начнем, наверное, поселенцы сразу строить. Может забрать лагерь? Слушайте. О, лошади здесь. Давайте я заберу лагерь. Я не думаю, что я сейчас тут прям навстречаю столько... О, красиво. Смотрите, красиво сделаны границы. Мне нравится. Лошади есть. Давайте я расчал лошадей обработаем. Потом... То есть мне пока счастья не надо. А вот производство я получу. Видите, сколько? По три производства. Мне сейчас поселенец вообще должен быстро строиться. Хорошее место для старта. Неплохое. Так, что дальше? Давайте горное дело, наверное, откроем. Вопрос только третью клетку какую мне обрабатывать. Наверное, все-таки двух лисиц обработаю. Ну и пойду город... Конечно, было бы интереснее тут вот исследовать территорию. Узнать, где лучше город ставить. Тут или тут. Потому что я на этом озере только один город могу поставить. Пойду-ка я уже вниз. Пожалуй. То есть это примерно понятно. Но это далекие места для городов. Мне надо сюда развиваться. Знаете, что я после этого посела построю... Может, мне сначала разведчика построить? Знаете, я сначала разведчика еще построю. Вот так сделаю. Два хода. Тут производство меня дофига. Мне надо понять, где город ставить. Потому что, видите, я могу здесь поставить. Могу здесь поставить. То, что в эту сторону надо ставить, это точно. Могу вот прям... Ну, блин, не хотелось бы прям вот здесь. Так, каких мы... Сначала будем лис обрабатывать вот этих. Кстати, ни одной... Вот, хотел сказать, ни одного... Ни одной руинки. Мне написали в комментариях. Прекрати называть племенные поселения руинками. А то я тебе отпишусь. Руинки, 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 руинки. Руинки. Ночные вечеринки. Сережки и маринки. Ну, тут вот, да, город ставит, например. Так, меняем против варваров. В первом я нету пока разведчиков. Я сейчас же построю. Ладно, сначала на пантеон. Ну, пошли смотреть в эту сторону. О, тут какая-то речка еще есть. Раз, два, три. Ну, да, вот прям где лес можно будет. Но это не этот город. И даже, наверное, не третий. Итак, давайте поставим. Катя, новые отметки надо обратить внимание. Что, видите, какие отметки появятся? Это не мод, это уже в этой самой игре. А, ну, зато у меня мод стоит на разноцветные... Ладно, вот пока еще нету. Разноцветные исторические события. Будет. Посмотрите. Так, ну, значит, у нас на будущее давайте... Здесь будет гавань. Здесь будет коммерческий район. Пока так. Так, дальше исследуем мастерство и гончарное дело. Ну, и здесь тоже. Кстати, здесь гавань вот в эту сторону надо ставить. Будет в будущем. Здесь будет гавань. Здесь коммерческий район. Ну, это пока... То есть я знаю, что я играю на культурную победу. Это еще не факт, что мы поставим. Но просто надо запомнить, что здесь у нас так будут районы стоять. Разбираем места для районов. Смотрите, удивительно, что я пока еще не одну... Не одну нацию. О, еще одну гаваньшку и первый встретил. Видите? О, шоколад. Слушайте, а тут горы еще. Мне кажется, мне в эту сторону надо будет везти поселенца, судя по всему. Ну, да, вторую лесу обрабатываем, что поделать. Что ж поделать? Я заберу, наверное, руинку. Видите, малую тачку. А почему так мало очков дали... Кстати, почему только два очка дали за захват лагеря? Видимо, потому что далеко от города был. То не считалось, что мы увели угрозу. Когда угроза три дают. Ну, я сейчас заберу руинку. Я думал, что Клей должен чувствовать себя. О, еще гаваньшку встретил. А, нет, это континент нашел? Ничего себе. Это редко у меня получается. Но я, слава богу, не первым его нашел. То есть, кто-то на этом континенте уже есть. Да, я, наверное, в эту сторону пойду город ставить. Хотя, подождите, может тут на реке поставить? Давайте думать. Если я поставлю город вот здесь. То где? Раз, два, три. Здесь? Здесь неприкольно. Здесь прям под... Под... Под вулканом. Будет. Может, тогда лучше тут поставить. Давайте я вот здесь поставлю город. Сейчас я обработаю лесу. Но... Тогда все-таки поселенца, видимо, сюда везти надо. Давайте еще глянем, что у нас в руинке. Ускорение всего лишь. Причем ускорение колеса. Но, в принципе, мне колесо негде пока. А, ну там железо откроется. Вот железом обычно колесо ускоряется. Так, давайте думать. Если я сюда ставлю город, то тогда и здесь где-то можно будет сюда поставить. Вопрос, потому что мы не видим, что здесь за территория. Блин, я бы сюда все-таки повел город вначале. И может через этот край везти. Давайте я через этот край поведу. Тут все равно и там, и там холмы. А тут безопаснее. Я буду скаутом защищать поселенцы. Давайте сразу следующего поселенца строить. 3, 5, а так. 2, 6. Давайте вот так оставим. Но быстрее город вырастет. И все равно построится... Ну, давайте прям колесо откроем, ладно. Давайте потихоньку обработку бронзы все-таки открывать. Пока не... Кстати, и варваров. Я только одного варвара убил. Сразу лагерь забрал. О, открыли территорию. Так, давайте теперь думать. Если я здесь ставлю город... Ну, сюда надо. Видимо, сюда. А тут, видите, вот тут еще река есть. То есть, в принципе, сюда можно не ставить. Я бы, наверное, сюда ставил. Давайте удалим. А, здесь у меня... Слушайте, а здесь у меня гавань не получается. А тут везде гавань не получается из-за этого. Ладно, ну, все равно пока сюда ведем. Я пока сюда веду город. Тут центр. И получается... Три вот тут. Сюда. Тут, конечно, такой средненький городок уже будет, но... Опять же, не факт, что вот эта поселенца я сюда поведу. Я вот смотрю, вот сюда мне бы хотелось. Потому что здесь, видите, Ереван. То есть, вряд ли здесь какая-то нация всунет город скоро. А вот здесь может кто-то быть. Поэтому, видимо, мне надо туда вот этого поселенца везти. То есть, вот такая у нас логика. Блин, мне что-то даже нравится, как выглядит с этим модом на пятую циву. Вид. То есть, такое более приглушенные цвета, не такое яркое. Ну, опять же, жду от вас в комментариях ваших впечатлений. Так, три... Три города. Что тут правильно обрабатывается. А тут, кстати, на холме... На холме... Ну, тут на равнинке. Ну, тут неплохо вырубаются. А тут на холме... На холме... О, ну, тут в Стокгольм, понятно, у нас будет этот Магнус идти. Будем там вырубать все. Есть даже горы, но... О, чудо на двенадцатом ходу. Большой бассейн. Вообще не удивлен с компьютерами на божестве. Странно, что еще ни одной религии не основано. Хорошие какие тут места. Ну, как хорошие. Вот этот вулкан мне, конечно, бед наделает. Я же на четвертом уровне бедствия играю. Что еще будут проблемы явно. Так, ну, тут можно удалять. Еще надо подумать по поводу районов. Вот жалко, что гавань сюда не ставится. Вообще гавань сюда ставится, знаете что? И можно тут коммерческий район и гавань, все равно будет соседство. Для этого города вообще коммерческий район вот тут можно поставить будет. Вот здесь сюда будет соседство, а здесь еще какой-то другой район сделать. Так, какой мне пантеон оставили? Что-нибудь нормальное вообще есть? Город растет быстрее, строительство районов. Все фигня. Производство в рудниках на стратегических ресурсах, как вариант. Пища от лагерей. Много ли у меня лагерей, кроме этих лис? В общем-то больше лагерей нет. Искра божья. Вот я бы взял искру божью, тем более, да, знаете, даже не раздумывая. Потому что если мы будем играть через культуру, нам точно надо куча писателей, музыкантов и прочих ребят. А чтобы они быстрее появлялись, искра божья будет очень в тему. Он же работает, да, на театральную площадь писатель. Ну, правда, только на писателя, но тем не менее. Так, ставим город. О, видите, как разноцветный мне нравится. А, недалеко от вулкана поставили. Опа, лошади уже нет. Слушайте, лошади, это ж больно будет. Хотя я сюда встану. Пускай скаута ударит. Для начала. Давайте мореходство. А, слушайте, мореходство не ускорилось этим городом, блин. Мне бы орошение открыть, на самом деле. Ладно, давайте орошение открою. Без ускорения. Мне не на чем ускорять. Нету вообще. Ну, вот пшеница, но она далеко. Рис. Здесь может пасть. Но я хочу сюда везти. Город ставить. Где варвары. Привесуешься, но это же не мои кони. Это не у меня. Они сгенерировались. Кто-то... Там, наверное, кто-то с той стороны все-таки есть. Скилл, без имагинации, это кроссмейк. Ну что, поставим на производство юнитов. Так, пантеон приняли. Создание строителя или просто производство? Знаете, просто производство. У нас надо юниты построить. Стоим в защите. Не должен убить. Строим прачника. Что тут обрабатывается? Все правильно обрабатывается. Дальше поехали в Раннюю Империю. Ну не должен убивать. Не, видите, даже я при нападении не умираю. А у меня, так как он еще и в защите, и в лесу стоит, то это вообще нормально будет. Никак не могут мне этого убить. Ну, будут атаковать, конечно, я еще повышение получу. Прокачаюсь на холмы. Хорошо стоит у меня здесь скаут. Так, пойдем сюда. Сюда, видите, вот река какая-то. Не видно пока никакой лояльности. Странно, а где же соперники тогда? Я вроде поставил плотничком кучу городов-государств, максимум наций. Непонятно. Так, пойдем потихоньку. К варварам сюда. Конечно, строим юниты. Тут юниты никогда не помешают. О, вулкан. О, слушайте, тут два прям вулкана. Ё-моё. Все-таки с янчопингом могут быть проблемы. Видимо. Могут быть проблемы. Такой настырный конь. Знаете, я его убью. Эй, о-о-о. Тут хорошие места. Жирные. Я бы вот сюда поставил, наверное. То есть, такой треугольничек как раз получается. Так, ну тут не пройти. Надо вот куда-то туда, наверное, идти исследовать прачниками. А, блин. Тут знаете, в чем плохо. Тогда я и тут город не помню. Вот тут надо город ставить. Блин. А нужен ли мне город на побережье с другой стороны? Вот прям. Сильно ли он не нужен? До китов-то я доберусь и так. Вот будет на побережье здесь город. То есть, мне здесь, вот в этом месте, больше город нравится, чем тут вот, например, на берегу. Не знаю, не знаю. Ну что еще? Строить армию. Просто нету смысла строить пока рабочих, пока Магнус не приехал. Чтобы тут все вырубать. Вообще, 17, 18-й ход. Карта на 20 цивилизаций. А я еще не встретил никого. Ой. Варвары, пожалуй, вернусь тут, полечусь. В городе постою, полечусь. Ну, не прям супергород, но три лошади, как бы, говорят, что ничего так, ничего так. Давайте воинов. Слушайте, а откуда у меня тут 7 жилья? Что-то не пойму. То есть, тут же реки нету. А, озеро, озеро, озеро считается. Где тут вообще надпись про жилье? Да, от воды озеро 5. Нормально. Одно от здания, одно от улучшения. Ну, за счет... Лагерей, видимо. Дают. Может сюда пойти уже куда-нибудь. Другой строй, только одну руинку нашел. Но две ГГшки, одна из которых научная, это очень неплохой старт. Старт. Если бы еще вместо Еревана была культурная, вообще было бы зашибись. Здесь нет больше вероятного, чем это. Ну, тут еще озера. Раннюю империю ускорили. Лечимся, лечимся, исследуем. Ну, даже места для городов есть, как видим. Ну-ка, глянем. Если я тут поставлю, то еще здесь город влазит, например. Да. Ну, пока расставляет. Не факт, что я сюда буду ставить. Мне бы, наверное, хотелось больше в эту сторону, вот тут куда-то ставить города. Но пока метки на всякий случай. Раз, два, три. Вот сюда куда-то влазит, да? Хотя тут лучше на реке было бы. Три. Сюда, на пшеницу. Дуболом. А сюда вверх схожу. Посмотрю, что там с зафизой. Мне кажется, там, конечно, ничего. Типа, конец уже континента, но... Тем не менее. Сколько у меня юнитов? Сейчас же на международный торгов... А, нет, еще только в раннем... Блин, у меня культуры мало. Культурки маловато. А вам давайте еще войны. Я бы восемь юнитов сделал. Раз, два, три. Раз, два. Слушайте, может этого открыть? Не сильно международная торговля? Вот прям сейчас нужна. Хотя я бы... Да, нет. Я думал военную традицию поставить карточку. Я сейчас открою, поставил карточку на лошадей и двух бы каких-нибудь всадников. Но, во-первых, всадники не открыты. Во-вторых, военная традиция еще долго открываться будет. В-третьих, я лучше куплю караван. Буду караваниться. Потихонечку. Не, ну вообще, места неплохие. Для начала. Очень мне нравится. Давайте колесо. Потихоньку сейчас обработаю шоколадку. Обработ... А, янтарь еще не обработаю. Янтарь не обработаю. Это позитивный аспект. Так. Здесь на юниты пока оставляю. Куплю... Караван. Вопрос только в каком городе. Да блин, где соперники? Ё-моё, я вообще на... А, ну тут не посмотришь. Блин. Не, ну я же ставил. Ну ё-моё, где соперники? Очень странно. 20... 20 наций должно быть. Пошли с лагерем разбираться еще с тем. Вообще, я бы сюда дуболому отправил, а не прачников. Потому что прачник слабоват. Так, мне еще одного воина, и у меня будут ускоренные... Ускоренные наемники. Теперь вопрос, где мне купить караван. Из Юнчопинга или из Гютеборга? Отправить. Наверное, из Гютеборга я куда-то сюда, наверное, буду везти. Хотя... Я не вижу здесь... Ну вот, типа на месте варваров можно город поставить. Кстати, тут неплохой город будет. Но все равно через Гютеборг быстрее будет бежать поселенец. В Гютеборге прям покупаю торговца. Денег у меня достаточно благодаря лагерям. Так, что мы здесь сделаем? Монумент, амбар. Пять жилья. Нет, амбар. Давайте расстроителей делать. Сколько нам осталось до ранней империи? 8 ходов. А что так долго? А что мне так мало культуры? Может начать янтарь обрабатывать хотя бы? Да, 7 ходов будет открываться. Зато 6 ходов ранней империи. Дольше будет строиться рабочие 7 ходов. Вот видите, опять глюк не меняется. Ладно, давайте так. Нам ранней империи надо быстрее открыть, потому что уже нужно поселенцев строить. Висячие сады, 20 ход. Какие-нибудь религии, уже две религии. Я, честно говоря, не представляю, если вы не религиозная нация, как можно на божестве с 20 нациями на карте успеть принять религию. Не представляю вообще. О, наконец-то. А я там поселенца увидел. Я вижу поселенца. Если она сейчас город не поставит, то я его буду захватывать, конечно же. Я человек простой. Вижу поселенца без защиты, я его захватываю. Так, очередной дуболом готов. Значит, с этой стороны, вон туда, с Лондон. Ну, кстати, не так уж и далеко. Блин, почему Леонора? Почему самая дебильная из нации, в плане того, что она может захватывать города, даже не воюя со мной, обязательно рядом будет? Блин. Блин. Ну, я ж английскую, по-моему, выбрал, да? Да, английскую. А Леонору. Немножко попроще, как мне кажется, чем французская. Так, пять ходов, да, ранее. Пять ходов, можно что-то строить. Нужен ли мне здесь амбар? Я думаю, что нет. Давайте мы, наверное... Ну, блин, ну, строителей... Думаю, строителей еще рано здесь. Хотя... Ну, тут строитель появится, обработает этих лошадей. Юниты. Юнитов я уже тоже настроил. Ладно, давайте монумент, пока. Пожалуй, откажусь. Поставила город, жалко. А я уже намеревался нападать. Плимут, стокон тренд. Но все равно, а где еще соседи-то? Тут кто-то должен быть, я думаю. Так, давайте думать по поводу... Ну, предположим, предположим, здесь мы поставим еще гавань. Здесь мы поставим коммерческий центр. То есть, вот от этого, от янчопинга, да? Вулканы портят всю малину. Я бы мог вот здесь поставить правительственную площадь, и тут была бы офигительная ромашка. А так придется, видимо, где-то тут ставить. Ну, с другой стороны, здесь как раз равнины, и особо я не потеряю. Вот только один холм, если я вот сюда поставлю правительственную площадь. А, собственно, тут ее и надо ставить. И только один холм потратится. Давайте добавим... Правительственная площадь у нас тут. Может, открыть мореходство уже? Потому что я, конечно, поставлю когда-нибудь сюда город, ускорю его, но пока я хочу города сюда ставить, в сторону Англии. Так, вот здесь у нас может быть кампус, поэтому тут нету смысла обрабатывать. Пойду пока вниз рабочим. Наверное, к Гетеборгу. Там у нас прачник все исследует. Тут дуболом идет. Тут тоже дуболом идет. То пока сюда. Не, хорошо вначале много юнитов построить. Как бы... Вот в данном случае... Смотрите, я уже много разведал, но у меня всего 6 очков эпохи набрал. На 23-м ходу. И нашел только всего одну нацию. О, ускоренная политическая философия. Отлично. Это не часто у меня получается. Граната. Ну, граната. Друзья, в гранат, по-моему, какая-то прикольная способность. Алькасары? Нет. Двиниться культуры и науку в количестве равном 50% престижа клетки. О! Две культуры и науку. То есть... Например... Вот у нас престиж клетки 3. А, тут 3 всего. Ну вот тут 4 будет, да? Тут 4. Если я беру косарь ставлю, то будет 2 еды, 2 науки, 2 культуры и производство. Ну, вообще, надо подумать. Надо подумать. У меня нету плюс 5 против варваров, да? Больно как-то бьет. Два хода до ранней империи. Давайте я начну уже поселенцев строить. Два хода без карточки как-нибудь... Смогем. Вот тут... Кампус как минимум на плюс 3. Это еще, правда, тропический лес, но его может... Ну, то есть на данный момент тут плюс 4 кампус. Так что вот сюда город я в любом случае должен поставить. Если снизу никого не будет... Политическая философия ускорена. Я открываю мореходство, чтобы янтарь обработать. Англия, католицизм. 23 ход. Еще вообще доступна какие-нибудь религии? Ну, еще 4 религии, да. А вот вам кампус на... Такое ощущение, что где-то тут инки. Вот это вот все такое очень инковские места. Мне кажется, что тут где-то внизу инки. Это кампус на плюс 5. Вы такое видели? Вот я вам показываю. Шок. Шок контент. Пошли вниз смотреть. Сейчас опять поставлю карточку на... Плюс 5 против варваров. Тогда буду атаковать этот лагерь. Бегайся, каракумы здесь. Пустыня. Это... Кара-кара-кара. Кара-кара-кара-кара-кум. Городочек. Ставится красивый. Это... Кара-кара-кара. Кара-кара-кара-кара-кум. Раз, два. Блин. Вот тут, видимо, надо какой-то город еще ставить, чтобы сюда кампус... Впиндюрить. Опа. И тут лагерь. Падал Ириван пилит. Все, уже распил. Уиппинь, лошадь. Лошадь. Только не лошадь. Так, плюс 5 против варваров ставим. Производство поселенцев ставим. И идем в политическую философию. Так. Магнусов в столицу. Пять ходов. Тут обрабатываем лошадей. Так, ну тут... Я не хочу лагерь забирать, потому что это реально даст мне очки. Атакуем лошадей. Туда еще подходим. А вот прачника уволим. Потому что его больно ударят. Добрый вечер. Отлично. Где железо? Вот. Ну, надо, наверное, железо это обработать. Собственно... Больше пока не вижу железа. Так, стрельбу из лука еще ускорили. Что там... Что мне пиздавал за задание? Ну, не важно. Не важно. Скоро уже сюзереном стану. 20 единиц науки за каждую единицу населения в городе при обращении. Блин. Может мне стоило... Ну, мне в любом случае для победы культурой нужны будут... Священные места. Потому что надо будет музыкантов покупать когда-нибудь за веру. Но почему сейчас... Ну, я по счету думаю, что я не смогу религию основать. Потому что на таком уровне сложности... Давайте вот просто посмотрим. Пророк. Вот еще набирает. Вот еще набирает. То есть тут скоро... Буквально... 10 ходов. И все религии будут разобраны. Блин, дайте мне туда пройти. Гранады и фес тут встали. А сколько городов у Англии? У Англии уже 4 города. Даже не знаю, куда мне тут в первую очередь стремиться. Ну, давайте письменность откроем. В Гетеборге строители построены. Давайте монумент. Тем более против Алиеноры. Ну да, приветствуем. Сейчас мы к ней тоже отправим. Мне, если я победу культурой хочу, то мне надо со всеми дружить. Со всеми дружить, прям союзиться, не воевать. Вот это вот все. Отлично, друзьяшки. Мы теперь друзьяшки с Алиенорой. Как ты все лезешь? Делать нечего, что ли? Посел строится. Так, в Гетеборге после монумента тоже посел. 5 ходов всего. Нормально. Так, в Стокгольме просто в очередь даже ставим поселенцев. В Йен-Чопинге. Ну, давайте, для рабочего поселенца. От сходов. Это долго. А, ну, потому что я тут на культуру. Так, давайте мы с культурой вот так сделаем. Так, сколько будет? 8. Вот это уже интереснее. Это уже нормально. А, тоже интересные места. Если что. Ну, мне надо много игроков. Не, ну, слушайте, какие-то... Что-то у меня как-то очень много мест. Я начинаю сомневаться, что я... 20 цивилизаций поставил. Как-то очень много. И никого еще не уничтожил. Не было написано, что кто-то там уничтожен, например. Странно. Так, обрабатываем янтарь. Тут, видите, я стою и не захватываю, потому что... Хочу в темный век выйти, как всегда. А, где же тут город ставить? Ну, тут придется где-то рядом с горами ставить. Вот, или... Слушайте, или на озере. Ладно, сейчас мы посмотрим. Вот этот поселенец точно сюда пойдет. Здесь надо еще исследовать. Давайте я сюда схожу. Тут куда-то город ставить надо. Так. Этого парня ведем, пожалуй, сюда. Железо. Наверное, в Стокгольме. Для Стокгольма... Дешевле купить клетку в Гетеборке. Видите, 35, а тут будет 50 стоить. Но мы... Блин, ненавижу здесь управление! Нет, ну что за хрень? Просто взял, кучу бабла потерял. Так, и пойдем к Стокгольму. Сейчас Магнус через три хода сядет. Тут два заряда останется. В Стокгольме что-нибудь вырубим. Обработка железа, стрельба из лука, деньги. Давайте деньги открывать. Как раз откроется после выхода в... ...в следующую эпоху. Мы получим ускорение за это. Странно, где... Где цивилизация, я не пойму. То есть одна Англия встречена. О, вот четыре. Но это вполне инг. Это Венгрия, кажется. Это больше на Венгрию похоже. Эй, чувак, а куда ты убегаешь? Ну, вообще, ладно, убегай. Фиг с тобой. Больше никаких границ мы тут не видим. Да. Ну, вот тут надо ставить какой-то город. Конечно. Правда, не так, может, близко к Венгрии. Посмотрим по лоя... Ну, пока лояльность вообще никакой не видно. Тут непроходимые горы прям. Ну, это как раз другой континент. Вот это... Что они и обещали. Мол, горы будут как раз на стыке континентов. Видите, они... ...между континентами. Вот тут Лаврентия, а я на Новопангее. Нахожусь. Так. Идем... ...рабочими... ...под Магнусом вырубать... ...Диарелья. В первую очередь будем, наверное, вот тут вырубать под... ...коммерческий район. Вообще, в Стокгольме в первую очередь надо... ...правительственную площадь поставить. Причем ставить ее в Стокгольме. Э, за варвары. Че за варвары лезут, а? КГшка. Канди. Знаете, я не пойду дальше скаутом пока. То есть, постепенно... ...эээ... ...примерно понятно. Расположение всех тут. Строитель. Этот сюда идет. Этот. Подождите, здесь на холме? Да. Нет. Да, равнина холмы. На холме. Значит. Следующим ходом будем уже вырубать. И надо будет выкупить вот эти клетки и ставить там... ...правительственную площадь. А потом и... ...может отложить тогда трудовую повинность? Понимаешь, что один ход всего остался, но... ...я думаю, что я правительственную площадь быстро построю. Давайте отложу. Все-таки лишняя культура не бывает. Можно было раньше откладывать. Плюс пять. Тут все правильно стоит. Магнус прибыл. Так. Значит, мы вырубаем... Знаете, что я сделаю? Давайте я вот так сделаю. Куплю так. Потом куплю так. Переброшу эту клетку в Стокгольм. Поставлю в очередь. А, блин. Сам себя обманул. Правительственная площадь в трудовой повинности. Здорово. Значит, открываем. И, значит, пока не вырубаем. Пока еще ход подожду. Вообще, я могу собрать бананы. Я бананы соберу. А это еще не вырубаем. Так, и здесь надо замочки поубирать. Так, еще стоим. Один ход ждем. Тут я сюда встану. Полечусь. Прибыл. А, на ближайшую реку, блин. У меня тут один ход остался до темного века. Чуть инфаркт не получил. Ну да, пускай так обрабатывается. Тут еще какие-то места приятные. Ну блин, за горами тяжеловато будет. Так, тут надо подумать еще по поводу города. Потому что я бы раз, два, три. Я бы вот сюда бы вместил. Получается, да? Или на озере можно. Но даже если на озере, то все равно вот этот не влазит. То есть, рядом с горой, получается, надо ставить. Я бы на реке тут ставил. Хотя, на озере можно гавань и треугольничек оформить. Блин, ладно, еще надо думать тогда. Вот дурацкая игра думать заставляет, понимаете? Нет, чтобы по-тупому все сделать. Нет, думать надо. Что-то соображать здесь. Придумывать. Но вообще, старт выглядит неплохо. Старт выглядит неплохо. И вот при выходе в античность, я предлагаю первую серию закончить. Напоминаю, что спонсоры уже, по идее, могут посмотреть весь сериал. Все серии для них выложены. Подписчикам будут раз в сутки выходить. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Жду ваших комментариев. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok